СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Поедешь к владельцу компании «Дело в мясе». И дает малому бизнесу шанс показать признанным гуру свои компании. Здесь 9 рабочих мест для обучения, но школа очень простаивает. У нас есть, конечно, планы по развитию, но не точные. Нам нужно научиться продавать, потому что все это мы делаем кустарным методом. Предприниматели получат детальный анализ своего бизнеса. 2 миллиона рублей в год на человека. Это мало. Эксклюзивные советы по развитию. Не занимайся продвижением до тех пор, пока у вас не будет правильным ядро. Вы не имеете права продавать ручные изделия за 5 тысяч рублей. И всего 2 месяца на выполнение рекомендаций. Чей бизнес успешно стартанет? Просто круто. А чей так и останется на скамейке запасных? Мне правда нечего сказать. Скоро узнаешь. Теперь ты в деле. Сегодня наш проект в Новосибирске. В городе, который всего за 120 лет прошел путь от небольшого поселка до третьего по населению мегаполиса в стране. Новосибирск считается крупнейшим транспортным узлом Сибири. Через него проходят тысячи километров железнодорожных путей, шоссейных дорог и транссибирская магистраль. Спрос на услуги шиномонтажных сервисов здесь высокий, но у нашего героя конкурентов нет. А все потому, что наш герой практически заново изобрел колесо. Он первый предложил Сибирикам услуги выездного шиномонтажа. Максим. Привет, Женя. Меня зовут Максим Чавозеров. Я основатель и директор компании «Колесити». Вот на этой машине вы оказываете помощь всем автомобилистам? Да. А сколько у вас таких машин? 12. Суть в том, машина приезжает в любое место, переобувает возле дома, возле коттеджа, возле офиса. Какой средний чек за услуги? За 2,5 тысячи на шиномонтажные работы. Служим около 20 тысяч автомобилей в год. Это не только город Новосибирск, это вот еще и близлежащие города. За 9 лет работы «Колесити» доехала до Барнаула, Томска, Новокузнецка и Кемерово. И разогналась до 220 миллионов рублей оборота в год. Но основную часть этих денег принес даже не сам монтаж, а сезонное хранение шин клиентов. Здесь хранится около 30 тысяч шин, большое количество шин корпоративных клиентов. То есть все крупные компании, Новосибирска, Сибирь, это там иностранные компании, там, Данон, там, Пепси, Кока-Кола, там, Майкрософт. Все у нас обслуживают. Хранение здесь переносит больше миллионов месяцев. Корпоративный сегмент у нас львиную долю, на самом деле, занимает. Мы хотим увеличить поток частных клиентов, которые сдают шины на хранение. Буксовать компанию «Максима» заставляет сезонность. В октябре и апреле на него работают 60 сотрудников, а в остальное время вдвое меньше. Такой люфт вызывает текучку кадров, а это вредит репутации бизнеса. Единственное решение, которое нашел наш герой – открыть стационарный сервис и трудоустроить туда весь коллектив на постоянной основе. Так, ну это, собственно, твой первый и пока что единственный, да, автосервис? Да. Какая вообще загрузка? Вот я вижу, есть здесь свободное место, в том зале свободное место. Загрузка пока сейчас в половину. Ну, то есть сейчас выручка порядка одного миллиона, это мало, на самом деле, для автосервиса. Сейчас мы в поиске новых фишек, как мы можем выделиться среди конкурентов. У нас грандиозная цель – это занять лидирующие позиции в Сибири на рынке автосервисных услуг. С этим Максиму спешит помочь выездная бригада наших экспертов. Они уже знают, как увеличить обороты его бизнеса и в прямом, и в переносном смысле. У вас одна из лучших эффективностей организации труда – более 4 миллионов рублей в год на сотрудника, что хорошо. Но вы хотите почему-то пойти в те направления, в которых эффективность будет ниже? Это как бы странно. Вместо того, чтобы усиливать то, что у него получилось классно, что он занял нишу, стал лидером, потому что придумал что-то новое, он почему-то уходит во что-то банальное, как обычный автосервис. Поищите себя в чем-то новом, что не делают пока ваши конкуренты. Знаете, есть такая компания, она пока работает только в Москве и в Питере, Альфред называется. Это просто автоконсьерж, который может забрать машину и сделать с ней любые вещи. Примерно как личный водитель, но дешевле и по вызову. И как раз таки это всесезонная история. Он же ориентируется на обеспеченных людей, которые экономят время на выездном шиномонтаже. И логично подумать, что этим людям еще надо вне сезона. В маркетинге мы практически все каналы используем, но почему-то частные клиенты-то все равно не так сильно идут. Вы не говорите на языке выгод. Какую выгоду получает человек, когда хранит у вас 4 колеса? Это освобождение квадратных метров, это повышение экологичности на твоем балконе. Это, не знаю, там, безопасность, потому что она может там условно загореться. Надо заставить человека загнуть больше пальцев, то есть назвать больше причин. Это называется reasons to buy, причина для покупки. Немножко воспитательной работы, и у Максима это должно тоже начать приносить большие деньги. Максим, вы работаете с Microsoft, PepsiCo. Это мечта. Хотите частных клиентов? Так возьмите их как сотрудников этих огромных корпораций. В корпоративном клиенте работают сотни, тысячи, а иногда десятки тысяч людей. Так это же есть твой сегмент частных лиц, которые получают рекомендацию от своих руководителей. Я хочу дать еще и второе задание. Проведите личное интервью с хозяевами независимых шиномонтажей. Потому что именно они будут вам поставлять клиентов на хранение. Автовладелец приехал, колесико поменял, здесь оставил, ваша машинка приехала, вечером забрала. Счастье. Ветал на самом деле в голове идея, да. Действительно, я поеду и сделаю. На сайте вроде бы красиво сделано, но нет ни одного слова о том, что вы действительно классный. Рекомендую собрать отзывы с клиентов про вашу компанию. Потому что они часто лучше продают вас, чем вы же сами себя можете продать. Впечатления положительные, естественно. Есть над чем работать и изменения вносить в компанию. Максим получил новые инструменты для тюнинга своей компании. Но на работу у него всего два месяца. Удастся ли новосибирскому предпринимателю разогнать колесити до рекордной скорости? Или он не справится с управлением и вылетит на обочину? Мне очень нравится, когда много советов дают. Ты начинаешь быстрее шевелиться, быстрее что-то делать. Отведенное проектом время Максим на месте не стоял. Но хватит ли его обновленной компании мощности, чтобы забраться на вершину? Наши эксперты уже готовы провести тест-драйв. Максим взял впечатление такого человека, который действует активно. Его проект один из лучших бизнесов, вообще представленных на форуме. У меня есть ощущение, что Максим максимально реализует наши советы. Может быть даже как-то творческих переработает. Давайте обсудим тему автоконсьержа. Знаете, есть такая компания, она пока работает только в Москве и в Питере, Альфред называется. А это просто автоконсьерж, который может забрать машину и сделать с ней любые вещи. Давайте посмотрим, что они предлагают. Базовое ТО. Мойка входит. Что еще? Мобильная заправка. Шиномонтаж два раза в год. Комплексная диагностика автомобиля. Помощь на дороге. Круто, мне нравится. Порадовал то, что он пошел, посмотрел конкурентов и перенял этот опыт. У меня была мысля какая. Мы можем сделать два пакета. Первый пакет. Самые базовые вещи. Шиномонтаж. И делаем ТО за 499 рублей в месяц. Мне кажется, что эта история очень перспективная. И второй пакет. ВИП. Да, он будет как будто бы расширенный. Да. Сюда мы можем включить ТО. Помощь на дороге можем включить, да? Раз в год. Мы же можем это сделать. Конечно. Хранение шин. Шиномонтаж можем выездить. И бесплатного водителя. Вот это, кстати, хорошо. 899. Пускай так. Плюс мы добавим туда кэшбэк в виде бонусов, который он может тратить на наши услуги все. То есть мы замыкаем клиента полностью на наш сервис. Мне понравилось то, что он начал вот этими рублями играть. Вот в этом случае, ну, 499 и 899 как-то вообще пошловато звучит. Просто 500 и просто 900. Поехали. Клиент, который у нас много лет перевозит. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Колесити я пользуюсь давно, с 2015 года. Сергей сейчас пока начнет, а у меня к вам есть несколько вопросов. Конечно. Мы сделали для частных клиентов. Колесити Клаб организовали. Колесити Клаб? Красивое название. Есть два пакета разных. Один пакет это там 499 рублей в месяц. Это дважды ТО в год, а потом дважды шиновонтаж бесплатный в год. И помощь на дороге мы помогаем один раз в год, если там колесо пробили. И есть еще за 899 рублей, это когда мы у вас вообще машину забираем, отводим к нам на сервис. Вы вообще забыли про все. И храним шины тоже. Второй пакет для людей, которые там предпочитают комфорт и не парятся. Ну, давайте тогда попробуем второй пакет. Мне это удобно. Попробую первые полгода попользоваться этой услугой. Контракт должен быть на год. Никаких полгода попробовать. Пробуй на год. Ну, все. Спасибо вам большое. Мы всем. Им понравилась эта идея. Заключили договор. У нас очень часто рассчитываются наличными средствами, чтобы сэкономить денежные средства. В Сбербанке я выбрал тарифный план «Хорошая выучка». Можно внести через банкомат до 100 тысяч рублей бесплатно. Если там больше внесем, то там будет минимальная комиссия. Плюс в пакете есть 10 бесплатных платежей, что покрывает мои потребности. Это очень удобно на самом деле. Молодец. Я думаю, что если он продолжит ездить по клиентам, чтобы собрать какую-то статистику и почувствовать, а что им нравится в этих пакетах. У него утрясется, как правильно эти пакеты сформировать и как это продвигать. Ему сейчас важно продолжить встречаться с клиентами, говорить с ними не столько о деньгах, сколько о составе услуг, что клиентам интересно, что не интересно. И вот это развивать историю. Первый крутой поворот «Колесити» прошла успешно. Но это только начало гонки. И впереди немало трудностей. Одна из них – убедить простых сибиряков освободить свои балконы от хранящихся там покрышек. Здравствуйте, Дмитрий. Мы предварительно с вами созванивались. Меня зовут Максим, компания «Колесити» директор. Я сегодня ездил к частному клиенту, который там покупал шины и переобувался. Вот вы, к примеру, где храните ваши шины? Я храню на балконе. Супруга никогда не говорила, что там убери шины, там, я не знаю. Ну, бывали, конечно, дискуссии. Детям на балконе и качеля, и посидеть. Какую выгоду получает человек, когда хранит у вас четыре колеса? Цель моего визита – рассказать вам про то, как можно удобнее и выгоднее хранить шины в нашей компании. Прям большой зачет, что прям реально пришел клиенту домой, в его интимное пространство. Как вы видите, мы находимся у нашего клиента на балконе. Красивый вид. И здесь шины достаточно большое пространство занимают. Тут можно поставить столик, организовать пикничок. На балконе снимал прям реальный видеоотзыв, как шины уезжают с балкона. Дмитрий. Ну как, ощущения? Наконец-то избавитесь от шины. Да, прекрасно. Есть что туда положить вместо шин. Крайне мере, до лета точно. Молодец. Но не хватало отзыва жены. С языка снял. А вторая история. Нужно показать фотографию балкона до и после. Аргументы Максима, они смогли меня переубедить. Получается, в полугода вы платите 2100 рублей. Для меня это абсолютно приемлемая цена. Но вы получаете еще дисконт на шиномонтаж сам. Там уже в районе 10%. Плюс самое главное – приоритетная запись обслуживания. В течение трех дней обезумеваемся всех переработать, тех, кто хранит. Хранение – это все-таки самая рентабельная штука в компании, которую надо продвигать. Мы сейчас доработаем сайт, будем снимать видеоотзывы, будем показывать, рассказывать. И это привлечет достаточно большое количество народу. Вот это тот случай, когда понимаешь свою пользу как эксперт. Ты советуешь, люди слышат, люди делают. И делают очень хорошо. Хочется, чтобы какие-то вещи он продолжал улучшать. Например, напрашивается появление пакетов фирменных. Забираем колеса у человека, упакованных фирменных пакетов колесите. Человек еще раз видит бренд Максима. Бизнес Максима все увереннее держится на трассе. Но чтобы выбиться в настоящие лидеры, нужно включить следующую передачу – работу с корпоративными клиентами. Вы хотите частных клиентов, так возьмите их как сотрудников этих огромных корпораций. Мы хотим предложить своим сотрудникам воспользоваться нашими услугами. Проходи. Максима, мы работаем уже порядка 10 лет, обслуживаемся корпоративно. А у вас автомобиль есть у всех? Как хранить шины? У нас есть такое предложение, как хранение шин. У нас огромный склад, там порядка 2000 квадратов, где соблюдаются все нормы производителей по хранению шин. И чтобы они не слеживались, мы их переворачиваем. То, что они будут переворачивать шины, да, конечно, мне очень понравилось. Мне кажется, ни один клиент не понимает, зачем шины переворачивать. Какая-то магия. А по стоимости? Это 250 рублей в месяц, 10% скидка для корпоратов будет 225 рублей в месяц. Предложение интересное? Ну, интересно, то есть спихнуть это все на кого-то и все. Наш менеджер может к нам приехать, все вам расскажет, покажет. За вас все сделает, колесите, будете спать спокойно и время не терять на это дело. Думаю, что обязательно к нему и люди обратятся, наши сотрудники. Предложение интересное. Спасибо большое, что пришел к нам. Будут заявки, обращайтесь. На данный момент я обошел там 5 компаний, порядка там 350 человек согласилось. Можно еще сделать другой ход. Можно приходить к директору, в кабинет, продавать. Это как соцпакеты для сотрудников? Вот это классная тема. Собственно, сейчас нам надо сделать карты, подготовить юридическую базу. У меня нет в штате юриста. Поэтому я пользуюсь сервисом личного юриста Сбербанка. Достаточно удобно. Можно взять подписку Лайт, которая стоит там 2500 рублей в год. И ты можешь бесконечное количество консультаций получать юридических. Ну, плюс там можно позвонить всегда, там круглосуточно. Может, тебя приспичило там ночью что-то, да, там больше. Вот, ты позвонил, спроси мне. Ну, это круто. Похоже, Максим, наши ожидания оправдывают. Ну что, я делаю ставку, это будет герой героев. Так, градус поднимается, поехали. Главное теперь, чтобы бизнес Максима выдержал этот градус и не закипел. Тем более впереди особенно коварный участок пути. Продвижение в интернете. Ань, а что там у нас, как дела, давай обсудим? Да, давай. Поругали немножко сайт наш. На сайте вроде бы красиво сделано, но нет ни одного слова о том, что вы действительно классный. Мы сделали выводы. Мы сделали новый сайт, колесити.ком, куда принесли весь автосервис, все услуги в частности. Добавили видео о компании. Есть отзывы тоже на каждой страничке. Конверсия с него, кстати, намного выше. Раз в пять. Это реально крутая конверсия, очень крутая. Когда делают сайт, написано, белым по черному, у них всегда конверсия ниже, чем ту же самую информацию размести черным по белому. Будет о конверсии там не в пять раз, а в шесть, в семь, в восемь больше. Мы обсуждали 20 причин хранения шин, чтобы объяснить, зачем надо хранить шины. Ломали голову, все команды переписывались в переговорки. Ну, в общем, было очень интересно. Экономия времени. Правильное хранение дает продление срока службы. Не нужно беспокоиться о краже шин, в частности, если они лежат в гараже. Ну, да, часто клиенты обращаются. Клиент получает консультации по изношенности шин. Да. Спокойная жена, так скажем. Для нее важно иметь какой-то уголок на балконе. Ребята давали нужные советы. Ну и 20 пункт. Приоритетная запись на монтаж в сезон. Это, кстати, очень актуально. Еще можно привлечь существующих клиентов, им сказать, что вам вообще нравится в сезону хранения. И записать там каждые по 3-5 пунктов. И они, может быть, еще найдут там десяток аргументов. Давай там 100 слов о компании уже там обсуждали. Да, вот, собственно, попросили поучаствовать в этом всех сотрудников компании. Здесь же получается больше 100 слов. Мы собирали все дружно 100 слов о компании. Это было интересно. Мы все сильно поломали голову. Умный человек изобрел колесо, еще более умный диван. Отдыхай у нас, пока их меняется. Да, это слова Генри Форда, но Виталий их все-таки отнес к нашей компании. Команда у нас всегда огонь. Маркетолог, прям толковая девочка. Он толковый руководитель, так как Амадония. Здорово. Надо, на самом деле, отдать дизайнеру, чтобы он это как-то... Сделал верстку и более красиво обработал. Все, спасибо. Такие люди нас еще мотивируют больше давать советов, потому что видишь, как классно их применяют с пользой для бизнеса. Не зря мы выступали. Похоже, наши эксперты окончательно поверили в успех Максима. Но заезд еще не окончен. Удастся ли «Колесити» завершить его настоящим триумфом? Александр, здравствуйте. Максим, компания «Колесити», директор. Проведите личное интервью с хозяевами независимых шиномонтажей. Мы решили договариваться с конкурентами, которые не могут хранить шины. Много клиентов в сезон переобувается? Я думаю, что до тысячи машин. А у вас кто-нибудь вообще интересовался хранением шин? Спрашивают. Ну вот поэтому, собственно, я и приехал к вам, потому что мы хотим развивать направление хранения шин. Соответственно, через вашу точку осуществлять услугу хранения шин. Как это будет работать все, чтобы это мою работу не затрудняло? Вы их переобуваете. Транспортная и логистическая составляющая, она наша. Мы с вами делимся 50 на 50. 50% я думаю достаточно, в основном ложится все на них. Ну уж больно, сразу он предложил вкусные условия этому партнеру. Я бы, наверное, начал торговаться с 30-35%. Окей, он взрослый серьезный бизнесмен. Он сам через год поймет, насколько была эта идея для него успешна. Не буду критиковать его. Почему? Потому что он реализует эту идею по бизнесу правильно. Допустим, если у вас там около тысячи переобувается, допустим, от 5 до 10% можно, в принципе, эту цифру сделать, чтобы хранили. Это уже 90 тысяч прибыли ему и мне. Мы, допустим, можем разместить баннер, да, что вы можете хранить там в Колесити с переобувкой здесь, да. Это дополнительная реклама Колесити. Я, в принципе, готов. Спасибо вам большое, Максим. Вам спасибо. Давайте, до свидания. После форума 30 монтажных мастерских заключили договор. Это уже 3 миллиона. Это уже неплохая цифра. Слушай, результат как будто после серьезного консалтинга проекта. Я встану и похлопаю Максиму. Вот это было очень круто. Он бизнесмен. Все. Он реальный, настоящий, успешный русский бизнесмен. По-моему, потрясающий. Он просто молодец. Сегодняшнюю гонку Максим безоговорочно выиграл. Одни аплодисменты главного гуру российского маркетинга уже говорят о многом. Но прежде чем наш герой снова выйдет на старт, ему предстоит выслушать последнее напутствие своих наставников. Добрый день. Привет, Максим. Мы гордимся вашими успехами. Я горжусь в первую очередь, что поучаствовал в этой конференции. Все равно нужно пеньки, чтобы быстрее и драмотнее действовать. Вы большой молодец. Отлично работает, Максим. Посоветуем Максиму продолжать улучшать свой бизнес. Я больше, чем уверен, что это будет шикарный бизнес-проект с шикарными показателями, которые выстрелят и даже, возможно, федерально. Сбербанк для малого бизнеса